Лучше в облако, да. Хорошо, сейчас я еще раз... Есть запись, да. А потом, когда вы нажмете, будет на фейсбуке, да, прямой эфир? Да, да, просто сейчас тишина будет, нужно вовремя начать, не раньше. Я тогда представлю вас вначале, да, чтобы не с этого... А как вас представить, Валерия? Валера, как вас представить? Давайте у преподавателя школы фотографий Виктора Марущенко. Давайте соучредитель, Валера. Нет, нет, соучредитель это такое, давайте просто преподаватель. Соучредитель и преподаватель. Да, и... Ну, хорошо, да, давайте тогда так. А вас, Марина? Ну, у меня можно организатор галереи 5х6 или... И соучредитель? Или директор, или директор как какой-то школы фотографий. Да. Я так волнуюсь. Марина, все будет хорошо. Вы нам рассказывайте вот все. Вы нас видите. Нам расскажите. Вас будем слушать. Вчера было много людей у вас, Светлана, на открытии. Ну, смотрели онлайн что-то около... Ну, я, если честно, не следила. Там 140 человек смотрела. Ну, это когда я видела. А потом девочка написала, что... Что-то 600 просмотрела. То есть, видимо, потом еще смотрели именно саму запись. Оно же остается в Фейсбуке, в Фейсбуке... А потом мы еще выложим на Ютуб. Я что-то в Фейсбуке этой записи не видела. Она там висит на странице просто. Так, чтобы мне сейчас кнопка отзади не пропала. Есть еще на пару минут. Ой, еще украинскую. А что, по-русски нельзя? Нет, мне нет. Ну, можно, конечно, но лучше по-русски. А, и еще... Ну, вы в Зум только смотрите. Нигде Фейсбук не открывайте. Потому что на Фейсбук где-то минута задержки. И это скучает. И вот вчера кто-то смотрел, видимо, трансляцию в Фейсбук. Потому что говорит-говорит спикер. И потом минута тишины. Я и всем пишу. Вы что? Вы где? И потом начинает говорить как раз, как минута прошла. И вот это у нас минута была. Просто все сидели и смотрели в экран. И так было несколько раз. Поэтому на Фейсбук лучше не смотрю. Так, 59. В принципе, можем начинать. Да? Сейчас посмотрю, идет запись. Еще кого-то подожди. Может кто-то присоединиться? Нет, ну в Зум никто не присоединится. Только мы тут только. А в наш Фейсбук? Да. Я сейчас еще запущу все это. И напишу еще там в соцсетях, чтобы подключались. Ну, давайте. И тогда начнем после этого, да? Нет, сейчас начнем. Я не смогу и то, и то делать, а то я боюсь что-то загубыть. Так. Все. Сейчас главное мне это выключить. Ага, все. Ну ладно, 0-0 подождем. Да. Да. Ой, так красиво вы поставили фотографии. Это Валера подскажу. Акивану делали. Соучредитель. Не зря. Не зря я вообще. Ой, а какой соучредитель украинскую? Спирсосновник. Спирсосновник. Ей. Так, доброе. Просто почалы. Гоу-лайф. Сейчас он загрузит. Так, стоять, мы уже в эфире. Доброго дня, друзья, фото Киев. Меня зовут Светлана Левченко. Я программный директор фото Киев 2020. Онлайн-эдишн. И сегодня мы начнем нашу, сегодня першую презентацию спецпроекту «Чорнобиль» Виктора Марущенко. И это очень приятно начать именно с этого проекта. Потому что для всей команды фото Киев это велика честь, что вы согласились, что мы представляем этот проект. Спикерами сегодня у нас будет Марина Полякова. Это директор галереи 5.6 и ТАШКОЛИ фотографии Виктора Марущенко. ТАВАЛЕРІЙ Милосердов, співзасновник и викладач ШКОЛИ фотографии Виктора Марущенко. Передаю вам слово, Марина. Да, здравствуйте, добрый вечер всем. У нас сегодня пойдет речь о проекте Виктора Марущенко, который называется «Чернобиль». Этот проект Виктор передал мне незадолго до того, когда он, я так понимаю, до того, как он лег в больницу. И это 61 фотография. Вот так они выглядят, такого вот размера. Проект этот, он очень, как сказать, это очень такая колоссальная работа Виктора, потому что он снимал его несколько лет. И, кроме того, он имеет огромное значение для Виктора и для Украины, я не побоюсь этого сказать, так как этот проект принимал участие в 49-й Венецианской биеннале, в главной экспозиции. А куратором 49-й Венецианской биеннале в 2001 году был никто иной, как Харель Зелон. Это человек, который является, может быть, отцом кураторства, считается отцом кураторства вообще. Значит, Виктор лично печатал эти фотографии на вот размеры там 13 на 18, они где-то вот. Это была бумага киевской фабрики, киевской фабрики... Ой, я могусь немножко рассказывать. Рассказывать. Значит, Валера, как фабрика называлась? Фатон называлась. Фатон, да, точно. Да, Фатон. Вот, и отправлял их Харель Дземену по факсу, так как тогда еще Виктор не пользовался почтой электронной. И вот Харель Дземен лично отбирал эти снимки, вот они здесь все пронумерованы, подписаны Виктором. И вот по этим номерам Харель Дземен с ними работал. Это брал 27 фотографий для участия, для главного, для экспозиции главного проекта, значит, вот 49-й Биеннале. Ну, я хочу пару слов еще сказать о самой Биеннале. Тема ее была «Плато человечества». И речь там шла о... Значит, идея Дземена состояла в том, чтобы показать катастрофы людей, личные и вызванные техногенными всякими вот вещами. И вот непосредственно выставка, проект Виктора, значит, Виктор был... Его фотографии были представлены рядом с работами швейцарского полицейского фотографа Арнольда Адермата, где он показал автомобильные аварии, снимал он это в 50-х годах. И вот это совмещение, оно, как говорил мне Виктор сам, что это, конечно, производило очень громадные впечатления. И работают вместе, друг с другом как бы... Ну, работали. Вот. И... Ну, я считаю, что нам вот с Валерием и с помощью сына Виктора Юрия Марущенко выпала большая честь показать этот проект и представить. И я очень рада, что мы его впервые так вот как бы... Вот в таком виде, в котором он есть, всю эту 61-ю работу можем показать именно на офис, на ярмарке «Фото Киев». Вот. И я передаю слово Валерию. Валера расскажет более интересные такие личные подробности всей этой истории и этой биенами. Спасибо, Марина. Здравствуйте. Ну, я бы сказал, что, в общем-то, то, что вам показала Марина фотография, это то, что называется винтаж. Это винтажные работы. Это работы, которые Виктор сам своими руками печатал, в общем-то, обрезал, подписывал. То есть, это вот такой первый экземпляр вот именно этой серии. Ну, я бы хотел немножко рассказать о вообще деталях, о деталях создания и начать, в общем-то, немножко раньше. Немножко раньше само открытие биеннале. Я бы хотел сначала сказать о роли таких людей, как Ирина и Хуга Шаер. Это Хуга Шаер – это швейцарский художник, а Ирина – его супруга, она украинка сама. Вот. Вообще, в судьбе, я бы сказал, творческая Виктора. Дело в том, что когда в 1996-1996 году в выставочных залах Дома художников открылась выставка Виктора, на нее пришли Хуга и Ирина. И они увидели эти фотографии Виктора, они им очень понравились, и они решили издать его книгу. Значит, книга была издана в 1997 году. Там было предисловие, написали Иван Дзюба, Юрий Саенко и я. И было слово от упорядники, составителей. О, да, вот эта вот книга. Спасибо, Марина. Замечательно. И, кстати, книга уже стала редкостью, библиографической редкостью. Вот мне сын Виктора сказал, что последние два экземпляра он купил на eBay, по-моему. Были выставки. Их, в общем-то, уже нельзя эту книгу достать в мире. Ну, у нас Марина и не есть, конечно. Вот. И после этого, после того, как была издана книга, книга называлась очень просто. Называлась «Украина. Фотографии Виктора Марущенко». Вот. У Хьюга и Ирины появилась идея издать вторую книгу Виктора, но уже совместную с произведениями Марии Примаченко. Ну, надо сказать, что они близки по духу, и Виктор дружил с Марией Примаченко. Вот. И вообще-то, честно говоря, одна из его последних поездок перед тем, как он лег в больницу, была, в общем-то, к Марии Примаченко. Ну, уже на ее ноги. Это было как прощание. Вот. Значит, для того, чтобы сделать эту книгу, Ирина и Хьюга пригласили Харальда Зэмона. Я так понимаю, что, в общем-то, для того, чтобы он стал ее составителем или куратором этой книги. Вот. Это мне Ирина рассказывала. Вот эти вот детали. Вот. И Зэмон приехал, приехал, да, вот это вот они сидят уже в доме Хьюга. Вот. И Зэмон посмотрел книгу. Вот. И были отдельные фотографии уже у Хьюга. Но Зэмон сказал, что вот в данный момент ему очень интересна серия Виктора Чернобыль. И он бы хотел ее посмотреть полностью, в полном объеме, и использовать в своем проекте «Плато человечества» на 49-й Венецианской биеннале 2001 года. Вот. Ну, вы знаете, вот я... Мне, в принципе, было всегда интересно, почему туда попала эта серия, как отбирал Зэмон. Вот. Дело в том, что Зэмон, несмотря на то, что, в общем-то, он такой первый независимый куратор и, в общем-то, один из столпов современного искусства, в общем-то, «Плато человечества» он делал из таких, простых, как он говорил, человеческих документов. Он ушел от кураторских текстов, ушел, как он сказал, от кураторской зауми и делал из простых человеческих документов. И вот там было очень много фотографий и видео. Притом фотографии и видео было очень много неизвестных авторов. Для него это было очень важно. И вот, как Марина уже рассказала, именно вот эта серия была, так бы сказать, стояла встык, как говорится, с уже серией швейцарского фотографа, полицейского Арнольда Дермата. Притом, то, что пишут, в общем-то, о нем, говорят, что он наиболее известен своими устрашающе красивыми черно-белыми фотографиями последствий автомобильных аварий. И действительно, если Дермата посмотреть, то это такая, знаю, такая фотография, в общем-то, очень красивая, очень красивая авария. А там нету трупов, там все вылизано абсолютно. И для меня это такая индексная фотография, в общем-то. А вот именно фотографии Виктора, ну, они абсолютно другие. Они рассказывают о жизни, о человеческой жизни, о человеческих эмоциях и такой документ того, как люди переживают очень мощную, одну из самых крупных техногенных катастроф современности. Но я думаю, что вот это вот, Виктор довольно-таки часто вспоминал вообще встречу с Зэмоном. Он говорил, что когда он приехал уже к своей выставке, к экспозиции, где у него, и вот там, в общем-то, встретили Хьюга, Ирина и Зэмон, и у Виктора были подписи в кармане, к фотографиям. И Зэмон буквально перед самым началом прикрепил эти подписи к фотографии. В общем, он там шутил, что все делается в последний момент, как положено. Вот. Но я думаю, что именно вот общение с Зэмоном и, с Зэмоном и с Хьюга Шайер, они оказали огромное влияние на становление Виктора, как на художника, как на современного художника. И Виктор об этом говорил, у него есть лекция, на записи, по-моему, на Ютьюбе, где он говорит лекция о кураторстве. Где он просто на примере работы с Хьюга Шайер и с Харальдом Зэмоном он рассказывает, как работает современный куратор. И он говорит, что вот те серии, которые и книга, и Чернобыль, которые, в общем-то, ну, очень известны в мире, в общем-то, они созданы с помощью куратора. Это кураторские серии. Вот. И я думаю, что очень-очень хорошо и интересно будет посмотреть вам эту серию воочию винтажной отпечатки как раз во время этого события. Да, Марина. Ну, Валер, тут спасибо, очень интересно вы рассказали. Я думаю, что такие вот моменты, которые вот вы лично их знаете, и хорошо, что вы вот как бы делитесь с ними с более широкой аудиторией. Но я что хочу сказать? Я хочу сказать, конечно, вот галерея 5.6 это один из проектов Виктора наряду со школой фотографии, наряду со журналом фотографии 5.6 и с фотоклубом 5.6. И ну, мне лично, как говорится, у галереи очень приятно, что Виктор доверил нам в частности эту серию, еще часть своих работ для того, чтобы мы дальше как бы это все показывали и работали с этим. Вот. И ну, мы просто с Виктором встретились в кафе за обедом. Виктор мне все это как-то передал после Нового года. И я еще сделала запись. Я задавала Виктору некоторые вопросы по этой серии, вообще по конкретным фотографиям вот этим. И эта запись, когда вот если зритель интересный, если вот вы зайдете в виртуальную версию, да, А давайте сейчас и зайдем как раз, да? Она будет фоном, эта запись, вот как Виктор рассказывает про этот проект. Так, чтобы чтобы потрапить до зала спецпроекту, треба зайти на сайт Фотокиїв, нажати Фотокиїв онлайн и нажати Enter, натиснути Enter и попасть в спецпроект. Нечутно звук, но если вы Ну вот, в общем-то, и все, я думаю, что остается только заходить, смотреть и изучать фотографию. Это, конечно, с одной стороны, это тяжело, это все очень больно, но с другой стороны, мы должны это знать, и вот хорошо, что остаются такие вещи, на которые мы можем теперь смотреть и думать, как это было, что чувствовали эти люди, что они до сих пор чувствуют. Можно я тоже скажу? Валер, да. Я думаю, что для посетителей, для тех, кто будет заходить и смотреть эти фотографии, эту серию, очень важно все-таки подумать. Вот, вы знаете, на первый взгляд кажется, что очень просто все. С другой стороны, вот просто так художник, современный визуальный художник, он не попадает на венецианское биеннале. Понимаете? И я думаю, что вот именно Зэмон увидел, ну, что-то особенное в этом. Что-то особенное. Вот, возможно, для нас задача понять, что это, что это особенное в этих фотографиях. Вот все, что я хотел сказать. Да, согласен, Владимир, полностью. Очень спасибо вам за презентацию, за всех. Запрошу на выставку, поделитесь этот проект. И очень рад же вымкнуть звук или наушники, потому что очень интересно послушать вашу разговор. Слава вам, спасибо большое. Спасибо за приглашение. Спасибо. Спасибо за приглашение. Спасибо. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. Так, и мы вас встречаем на наступные наши ивенты. Сегодня мы выложим расписание наших ивентов и ждем вас онлайн узнавать новое. Участвовать в обсуждениях, голосовать в сторис наших соцсетях за лучшие боксы, которые вам больше всего понравились участникам, спецпроекты. Ходите, смотрите, покупайте искусство и наслаждайтесь классными проектами. До встречи всем. До свидания. До свидания. До свидания.